Многие хозяйки предпочитают домашнюю колбасу, отказываясь от покупной, рецептов такой вкуснятины существует немало, этот отличается своей оригинальностью, ведь в состав колбасы входит чернослив. Чтобы приготовить вкусную колбасу, вам понадобится свежее мясо, вместо свинины можно использовать курицу, говядину или баранину, если у вас нежирный кусочек мяса, то в фарш можно добавить кусочки сала, чтобы узнать, как приготовить колбасу своими руками, прочтите этот рецепт. Досмотри Шинвидо и я предложу записать список ингредиентов. Свинину вымойте и зачистите от пленок, нарежьте мелкими кубиками и положите в глубокую миску, затем нарежьте чернослив без косточки и добавьте его к свинине вместе с клюквой. Чеснок очистите и нарубите при помощи ножа, добавьте его вместе с молотым перцем и базиликом к мясу, сушеный базилик можно заменить свежим, предварительно измельчив его. Чреву положите в миску и залейте теплой водой, оставьте на 20 минут, затем почистите ее в обеих сторон и тщательно промойте под проточной водой. В фарш добавьте соль и холодную воду, перемешайте все ингредиенты, наполните получившейся массой череву, скручивая ее через каждые 15 см, не начиняйте ее слишком плотно. Вкусняшки, подписавшимся! Выложите колбасу в форму для запекания, затем разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте в ней колбасу 30 минут, переверните на другую сторону и готовьте еще 25 минут, приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки! А теперь ингредиенты Спасибо за просмотр! Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк! Удачи!